Глава города поставил четкую задачу не дожидаться цветения сорняка, а это начало августа. Именно сейчас, когда идет интенсивное развитие корневой системы, начать обработку. Главная претензия к сельхозпредприятиям, которые неправильно борются с амбрузией. Да вы не знаете просто-напросто даже, что в августе месяце уже бесполезно с амбрузией бороться. Ее уже не надо бороться. Это называется мышиная возня, то есть подрезаем. В августе месяце мы работаем в очагах. В августе месяце мы в очагах работаем. Каким очагам? Вы должны отработать так, чтобы их просто не было до начала. Их надо обрабатывать. Эффективный метод уничтожения амбрузии – удаление ее с корнем. А также борьба с помощью химических препаратов, разрешенных к применению на территории нашей страны. Если в былые годы амбрузии в Сочи практически не было, сейчас ситуация иная. В прошлом году было обнаружено только в Дагомызе 72 участка с амбрузией. Сегодня амбрузия растет не только на полях, но и на селённых пунктах. В частности, на обочине дорог, на строительных площадках, на густырях. Перед цветением вызывает массовые аллергические заболевания. Вновь речь на планёрном совещании зашла и о чистоте моря. Активный курортный сезон на подходе и со дня на день начнется массовый заезд туристов. Мы говорим об одном, чётко и понятном, что в море стоков, фекальных не должно быть. И это ответственность водоканала. То есть той организации, которая эксплуатирует наше имущество. Вы выдавали, или ваши предшественники, технические условия на получение воды. И вы выдавали технические условия на водоотведение. Правильно? Но объекты-нарушители, которые не подключились к центральной канализации, в Сочи ещё есть. До них, другими словами, контролирующие структуры даже не дошли. А там, где люди сами проявляют инициативу, идут в водоканал, её, как говорится, рубят на корню. Люди обратились к вам с просьбой вызвать технические условия. Что им было сказано? Заплатите 4,5 миллиона. Я вас очень попрошу, прекратите это дело. Вот это и тормозит нашу работу. Вот это и тормозит нашу работу. Вам обращаются за канализованием, вы начинаете навязывать дополнительные мероприятия. А в разговорах большие отчёты и цифры о модернизации водопроводных сетей. Они заявили о том, что у замминистра ЖКХ на 3,5 миллиарда выдано инвестиции. На сегодняшний момент перед водоканалом поставлен вопрос о том, чтобы были представлены всё это имущество на 3,5 миллиарда. Представлен пока некий график, до конца года они должны нам начинать загружать. Пока 3,5 миллиарда мы не увидели. Как говорят, нужно заказать ещё им дополнительное изготовление документации и оценки. У нас, если мне не изменяет память, она в прошлой неделе собирала, у нас 170 миллионов они документацию представили. Актуален и вопрос подготовки к сезону пляжной полосы. Она вся муниципальная, за исключением федеральных зон, где расположены ведомственные санатории. Речь шла и об активизации работ нового парка в микрорайоне Макаренко, который струится к 80-летию образования Краснодарского края. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.